Очередное кино про сделай сам, причем знать бы самому что сделать надо. Нет, понятно, что надо сделать дуги. Есть, существуют дуги на Yamaha MT-07. Ни одни из представленных вариантов мне не нравятся. Те, что дуги я сам делал на MT-07, мне тоже не нравятся. А на XSR еще специфические такие всякие вот линии, он же такой а-ля скрэмблер, а-ля ретро. А-ля техно тут вот, ну, черт голову сам сломит. Но надо как-то вот из вот этого сообразить что-то, ну, более-менее приятное. Как это сделать, я, честно говоря, совершенно пока что не имею никакого понятия. Я знаю, что, ну, точки крепления будут использованы три. То есть, вот это вот основная к раме, вот здесь точка крепления и выводить точку крепления от крепления заднего мотора. Как это все обвязать, как все это структурировать, я, честно говоря, пока что не понимаю, как это сделать. Но буду пытаться что-то изобретать и начну я, как всегда, с точки крепления. А, соответственно, сейчас надо будет подбирать трубу, резать трубу, протачивать трубу, варить трубу. И, в общем-то, по факту, целый день у нас уйдет на изготовление банально точек крепления всей этой конструкции. Как бы это грустненько не было. Но, по-другому, к сожалению, никак. То есть, ну, будут делаться точки, выноситься дуги и вот как-то пытаться параллельно раме чего-то вязать. То есть, ну, вот-вот-вот, ну, что получится, то увидите. А, может, и ничего не получится. Но, надеюсь, что что-то выйдет. И огромное желание сделать это негромоздким. То есть, ну, какое-то вот такое. Желание есть, понимания, как это сделать, пока что нету. Но будем стараться. Как вы понимаете, что-то точится. Точится пока что заготовки. В общем, как всегда берется самая ржавая железка, которая есть. Вот такая вот. Но зато советская, с толстой стеночкой. Вот. И протачивается. Ну, тут так протачивается. Спрос геометрии ради, чтобы и сварка, ну, варить не по ржавчине, короче. А все остальное пескоструй собьет. Тем более даже не сколько ржавчина, сколько краска. Вот, короче, это я тут торцанул. Это проточил. Сейчас еще здесь. Надо все выровнять. Все это делается для того, чтобы... Вот я вырезал такие вот пластиночки, квадратики. И вот так вот все это будет обвариваться. И потом, опять же, протачиваться. И вся эта конструкция, получается, у нас будет, ну, как обычно, сюда вставляться. И отсюда уже будут вязаться, ну, собственно, вся вот эта вот, весь конструктив дуг. Вроде ничего сложного. И, соответственно, вот эти вот тоже тут, так, геометрию ради проточил. И отсюда тоже точки крепления. Вот, они плюс-минус должны быть одинаковые по выходу, по вылету. И здесь тоже вот эти вот маленькие квадратики. Здесь только фаски надо больше снять. И все это проварить. Ну, а это... Это будущие задние пластины. То есть, вот так вот. Тут, наверное, будет с обратной стороны приварена закладная. И, собственно, сюда тоже надо будет сделать еще две втулки. И на этих двух втулках оно будет приворачиваться. И это крепление чем? Хорошо. Ну, с одной стороны, ну, какую-то еще жуткость себя несет. С другой стороны, при падении не пойдет нагрузка на раму. А эти просто крепления деформируются, и все. То есть, ну, можно сделать раму, ой, раму дуги хоть из арматуры. Только при падении у вас выворотят всю раму. А кому это надо, вроде как, никому не надо. Продолжаем нашу бесполезную съемочную деятельность уже на телефон в очередной раз. Потому что вот эта вот штучка божественная решила опять отрыгнуть. Никому не советую покупать. Прошить ее без приложения невозможно. Прошивка выходит черт знает когда. И каждый раз вот такую вот историю она выдает. А как проблема устраняется? А вот никто не знает. Она просто полежит. И потом она вдруг такая, ну, ладно, я поработаю. Короче, за все время, а прошло, наверное, уже часа четыре. Что было сделано? Сейчас буду показывать. Значит, сделана вот такая вот штучка. И эта штучка из себя представляет вот такую вот штуку. То есть все это проварено, просверлено, зиновочка сделана. И потом я уже, ну, окончательно все это прошлифовал ленточным напильником. То есть это у нас сюда история. Вторая история у нас идет. Вот такая. Плюс-минус то же самое. То же самое. Вот это все проварено. На токарке проточено. Ну, в общем-то, вот такую вот вещь мы и имеем. То есть это вот сюда крепление. И следующее крепление идет пластина. К пластине, к задней части, вон, приварена длинная гайка. Она же у нас как закладная служит. И к ней уже приворачивается еще один кронштейн. То есть все вот это будет у нас обвязкой дуг. Таким образом получается, что сейчас будет лояться, наверное, вот эта вот первая основная труба, которая будет идти вот так вот. То есть параллельно раме или же параллельно радиатору. Скорее параллельно радиатору чуть свынуться вперед. И дальше ее как-то надо будет изгибать вот сюда. Соответственно, дальше обвязка будет вот здесь. И дальше как-то вот выстраивать обвязку вот от этой точки крепления, обвязку сюда. Не знаю, буду ли замыкать между собой. Не уверен, что хочу этим заниматься. Но тем не менее. В общем-то, вот такой у нас план-капкан. Будем его как-то пытаться реализовывать. Продолжаем съемку на камеру. Камера лишь решила отлежаться, отдохнула и вновь заработала. Короче, получилось вот так вот сделать. Первую дугу. Соответственно, что у нас? Зазор здесь. Зазор здесь. Уходит внутрь. Не мешает ноге. Здесь, соответственно, вот эта вот жесткая дуга достаточно. И теперь вот такая вот хитро выпиленная вся вот эта вот штучка. Эту штучку надо сделать вот так. Вообще, я не планировал делать бабочку. А в итоге у меня опять получается бабочка. Как бы я этого не хотел. Ну, это я так называю вот эту конструкцию. Ну, и, соответственно, дальше все это замкнется вот здесь поверху, между собой. И, наверное... Ой, не знаю как. Но надо попробовать их на самом деле между собой как-то замкнуть. Но там у нас расширительный бачок. По низу выводить мне куда-то не хочется. И вот, честно говоря, дилемма. Что с этим делать? Возможно, конечно, вот сюда завести. Но что-то, блин... Что-то так не хочется на самом деле. Так-то можно, но не хочется. Вот, поэтому... Поэтому не знаю пока. Может быть, и вообще не стоит и этих... Тут зазор такой конский, что едва ли тут куда-то в случае чего удар дойдет. Ну, хотя, конечно, лучше, когда все-таки клетка замкнутая между собой. Ну, как пойдет. В общем, ладно, сейчас приварю вот эту вот штуковину. А там будет видно, что из этого будет получаться. В итоге. Вот конец дня. Получилось делать вот такую конструкцию. То есть, ну, на это... На то, чтобы произвести вот то, что вы видите, потребовалось... Ну, если отсечь все моменты, когда меня отвлекали. Или когда я чуть-чуть переводил дух. Но порядка шести с половиной-семи часов потребовалось, чтобы вот сделать то, что вы сейчас видите. А это именно изготовление с нуля. С токарочкой, с болгарочкой, со сварочкой всех креплений. Плюс пластины с закладными гайками. И со второй стороны дублирующие. Ну, и потом попытка изобретения не с первого раза вот этой вот дуги основной. И, собственно, есть уже понимание, ну, как со второй стороны делать. Но со второй стороны все это будет несимметрично. Сейчас покажу, почему. Это, в принципе, очевидные факты. Вот. И здесь остается мне замкнуть только вот здесь. Я пока, честно говоря, не очень понимаю, как конкретно я хочу это сделать. Ну, почему? То есть можно сделать вот так же угол 90. И вот сюда прийти сверху. А можно же сделать вот так. И это будет параллельно вот этой трубе. Ну, наверное, все-таки параллельно этой трубе. Потому что здесь очень много именно линий вот таких вот перекосов. И будет лучше. Да, кстати, снимаем. Мы опять на камеру. Она решила из отпуска выйти. И опять вот продолжаем на нее снимать. Вот. Швы. Ну, это ленточным напильником просто всякие окалины поснимал. А так. Ну, что, швы и швы. Ничего тут особенного. Чернуха. Она и есть чернуха. По поводу замыкания между собой. Я до сих пор в великих раздумьях. И, честно говоря, не знаю, хочу я это делать, не хочу я это делать. Просто мне кажется, что той жесткости, которая есть сейчас, ее и так достаточно на небольшое падение. Вот. А на большом падении, наверное, об этом уже сильно ты и не думаешь. Ну, просто понимаете, здесь вот только вот сюда какую-то палку вести. Не знаю. В общем, я думаю, что она здесь не нужна. Жесткости вот этой вот конструкции, когда она еще соединится здесь между собой, я думаю, что будет более чем достаточно. И теперь по поводу того, почему они асимметричны будут. Потому что тут и наклон крепления другой вот у этой трубы, и расстояние между трубами. То есть вот это и вот это оно разное. И если мы вот так даже посмотрим, то это очень хорошо видно. То есть здесь расстояние и здесь расстояние. Здесь оно гораздо меньше. А если мы вот так посмотрим, то смотрите, вот край торчит этой трубы вот здесь, а здесь он торчит куда дальше, к задней части. Вот так вот видно. Вот край и вот край. То есть оно асимметрично априори именно парами. Ну и вот про замыкалку снизу не знаю, не хочу. Замыкалку под радиатором... Ну, в целом, наверное, можно попробовать. Но опять же, я не уверен, что мне тут что-то позволит сделать. Потому что если его выводить сюда, есть у меня подозрение, что крыло с ним встретится. Если его выводить сюда, то тут расширительный. И, не знаю, утрачивается весь смысл, наверное. Ну, можно, конечно, вот так попробовать пустить. В принципе, вот здесь оно не будет особо безобразно смотреться. И, может быть, я всю эту конструкцию все-таки замкну между собой. Но я не уверен. И не уверен, что оно все-таки надо. Короче, очень много разглагольств. Но так такового понимания у меня пока что нет. Надо вообще посмотреть. Опять же, да, я не повторил ни одну из конструкций, которые я видел. Потому что, ну, никто не будет изощряться вот с такими вот выгибами. А для чего они нужны? А для того, чтобы я, даже будучи с ростом метра девяносто, у меня нигде дуга никоим образом с дугой не соприкасалась и не мешала, и не создавала неудоб. Это очень важно. И этого очень тяжело добиться, когда делаешь дуги. Но вот в конкретно этом случае получилось, что здесь зазорчик, здесь зазорчик. И тут тебе ничего не мешает ноге. Нет, остается этот дурацкий вопрос, конечно, с перемычкой. Я все-таки, наверное, прихожу к тому, что я ее сделаю. Но сделаю где-то вот здесь. Как-то вот, или вот так, что ли, ее пустить под такой угол, и чтобы оно здесь сошлось. В общем, вы все это увидите. Я пока сам не могу прийти и со своими мыслями как-то смириться и понять, что я хочу. Взюху мы дальше записываем. Сюда палку сделал. На удивление, я так не планировал, но получился ровный ромбик. Ну, практически ровный, ладно. Но неплохо. Значит. Это значит, значит, все-таки я решил делать палку-перемыкалку. Где-то вот так вот, то есть она пройдет. И, как я и говорил, я делаю параллельно вот этому срезу радиатора и вот этой вот трубе. И вот этой вот трубе, чтобы как-то это, ну, вот было плюс-минус стрелявшее в одну линию. По крайней мере, я стараюсь этого добиться. Но это так, пока примерки. Вот, тем временем, вот так, вот. Вот так вот-то. И вот так вот-вот-то. Электрод, наше все. Сварка, если что, у меня вот такая, 180-ка, по-моему. Да, короче, вот эта вот штука уже работает седьмой год. У нее даже можно подключать. Можно подключать, где-то можно же было подключать. Короче, да, вот, тут кнопочка. Тут аргоном как-то что-то вжик-жик можно делать. Понятия не имею как, мне это никогда не было интересно. Но типа столюгу она может варить, якобы. И так, собственно, у нас, как я говорил, оно не симметрично, но, тем не менее, стараемся делать так, чтобы этого не было заметно. Спросите, почему я на второй дуге поставил прихватки, но не обварил. А все очень просто. Надо сначала вот этот вот кусок закрепить, чтобы у нас мотор в воздухе не повис. А то потом он в скреплении неожиданно так съезжает. И потом ты мудохаешься, не можешь отловить и попасть в резьбу. Оно нам надо, оно нам не надо. Вот. Стучу единичкой. Вот такая вот конструкторина. То же самое. Везде зазорчики. Никто здесь никому не мешает. Здесь все ровненько. Заливной пробке ничего ниоткуда не мешает. Блин, это вот отсюда... А, ну, в принципе, видно. Тык, тык, все параллельненько. Все ровненько. Ну, понятно, это чуть-чуть выше, чуть ниже. Но такова жизнь, асимметричный храм. Тут уж ничего не попишешь и не поделаешь. Вот так вот получается. Блин. Это же тут как-то вывелось все одинаково. Вообще, на удивление, ровно получается. Необычно все равно. Особенно асимметрия, типа вкрив, вкость, где-то там. Там чуть-чуть угол перегнул, там не догнул. А сейчас прям ровно все получается. Короче, удивление, да и только. Будем продолжать. Заварил эту перемычку. Даже как будто швы неплохие получились. Ну, это ладно. Собственно, хотел я прям в параллель, в параллель эту трубу сделать. Ну, никак не получается. Ну, вот не ложится, вот хоть-то убей. То там угол не сходится, то там вылет слишком большой, то еще, то пятый, то десятый. В итоге, ну, ну, как-то чуть-чуть вот она, да, сходится, компромиссное решение. Соответственно, получается, что у нас здесь уже сделана варка. То есть здесь будет, ну, точнее, наверное, сверху сделаем болтик. И будет варка, труба в трубе. Точнее, не варка, здесь варка уже сделана. А будет с ней, труба в трубе. И сверху болтом будет крепиться. И все-таки дуги замкнутся. И у нас, ну, супер такая жесткая конструкция между собойчик. И все-таки, да, я к этому пришел. Так будет лучше. Действительно, тут тоже будет асимметрия. Потому что там труба дальше, тут ближе. Но, на удивление, получилось очень прям ровненько все это сделать относительно всех плоскостей мопеда. Соответственно, эта дуга у нас, ну, кроме сверления отверстия, вся доделана. Теперь, эта часть. Ну, а тут ничего нового. То есть, эту я дугу также заварил. Также здесь везде зазорчики. Вся вот эта вот история. Все, она приварена, зашлифована. Теперь, наверное, я сделаю вот эту вот обвязку, дабы уже угомониться в том плане, чтобы вот в этой дуге просверлить отверстие. Зиновки сделать, все сделать и забыть о факте ее существования, чтобы больше к ней не возвращаться. А здесь же будем теперь заниматься обвязкой всей этой конструкции. Ну, вообще, есть шансы, что сегодня даже вся эта конструктовина будет закончена. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. И будем придерживаться вот этой вот замечательной вере в лучшее и светлое. Что, идем дальше. Пилить, стругать, варить. По доброй традиции все это гнется на простейшем ручном трубогибе, который уже лет семь работает. Он у меня вот божественный носочек подвязан. Потому что, как и раньше, он течет. Но он исправно работает, поэтому никакого смысла его менять, пока он давит. Нету. Почему? Потому что все эти трубогибы одного полиягода. Поле это китайское. И, учитывая специфику работы трубогиба, в каких он условиях гнет, жизнь его крайней степени ограничена. Ввиду чего, собственно, получается, что менять его нету ни малейшего идейного смысла. Ну, а мы сейчас занимаемся вот этой вот подгонкой, собственно, одной детали к другой. Так вот потихонечку-потихонечку все эти углы выгибаются. Приводится все, потом ставится прихватка по месту. И как будто бы потом все раз и получилось. По крайней мере, хочется, чтобы так было, но не всегда так получается. Фу! Ну что, надо еще гнуть. Все это подгибать. И мне нравится, что эта перемычка заведена достаточно высоко. И оно не мешает там ни смотреть, что в расширительном, ни там масляному фильтру. Ну, абсолютно ничему не мешает, что не может не радовать. Продолжаем. В слегка задымленном пространстве. Ну, это ладно. Сейчас быстро вытянется вытяжку. Включим. Что получается? Эта дуга у нас полностью готова. И сейчас нам что остается сделать? Нам остается сделать вот такое вот божественное движение, дабы сделать зюг в дальнейшем. А что в дальнейшем? Можно сразу этим заняться. И вот, кстати, это к вопросу сейчас будет по надобности вот этого вот божественного инструмента, именуемого угловая дрель. Как я вот говорил, нужен он раз в год. Но вот когда он нужен, альтернативы ему вот не находятся. Вообще никакой. Я, кстати, даже не помню, щеточный там двигатель или нет. Ага. Так, шамы, короче, тут это. То есть, объективно, шуруповертом вы сюда не залезете. А вот угловой дрелью при некоторых манипуляциях о коротком сверле залезете. Ну, вот я сейчас хотел все это красиво показать. А теперь понимаю, что у самого такого сверла нормального нету короткого. Ну, сейчас какой-нибудь заколхозим. О, огонь. Сверло, очевидно, такое же, как я. Туповатое. Я понял. Сейчас мы, короче, возьмем сверло 2.5. И им сейчас как засверлим насквозь. А потом, как легко все это пойдет. И что я это сразу не сделал, конечно, не сильно понятно. Во! Во! И альтернатив-то в таком случае нету. Либо делать болт отсюда, либо делать это неизвестно как. Но так как у меня здесь доступа достаточно, я делаю это сверху. Но то же самое можно сделать снизу. И опять же, вам не хватит высоты, чтобы это сделать шуруповертом, а не угловой дрелью. И тут вопрос... Сейчас я все скорее сверло сломаю. И тут вопрос не в производителе или чем-то подобном. А вопрос в том, что сам инструмент, ну, по себе угловая дрель, такой очень незаменимый в не самых частых ситуациях. Но вот без него сейчас было бы очень печально. То есть такой инструмент, скажем так, не самый часто используемый. Но в ситуациях, когда он нужен, альтернатив ему, к сожалению, не изобретили. Все, мы прошли насквозь. И теперь... Даже не сломали сверло. И теперь, когда имеются уже базовые точки, мы можем уже на снятых дугах просто рассверлить тем сверлом, которое нам необходимо. Здесь же у нас вся обвязка обварена. Все это без обработки, даже шлак не поотлетал еще. Я просто стремился поставить, еще успеть на горячую и притянуть на горячую, чтобы, ну, не увело, так как много-много сварных швов и могло, собственно, потянуть. А это никому не надо и не интересно. Ну и все. Получается сейчас сначала опять... Какую нам снять? Сначала я ту дугу сейчас сниму. Просверлю отверстие. Обработаю вот этот вот последний оставшийся сварной шов. А потом сниму вот эту вот дугу. И уже, собственно, дозавершим работу. И безумно помогает также во всей вот этой вот истории угловая трещетка. Потому что если вот это вот крутить все руками, ну, это можно с ума сойти. Вот это вот туда-сюда, туда-сюда по 10 раз на дню. Это никоим образом вообще не ускоряет процесс. Хопочки. И все у нас снялось. Ну и вот, собственно, наше отверстие. И сверху, и снизу, которое я считаю в центре. Поэтому сейчас мы возьмем... Взюк-взюк. И не знаю, каким там сверлом. Сейчас бомбанем. Ну, можно в целом, наверное, шестеркой. А потом все это пройдем 8,5. А после того, как пройдем 8,5, мы еще и зимканем. А зимовка у нас в патроне. Так, в патроне. Ага. Да не в том, который надо. В патроне, собственно, токарного станка. Просто уже хочется дозавершить весь этот удивительный процесс. Очень-очень сильно, на самом деле. Потому что я что-то подустал от вот этой вот истории с дугами уже. Сейчас опять пол... Не падаем. Сколько теперь на магнитах говна. Короче, по пакистанской технологии, естественно, все. Все на полу. Потому что у меня не 10 рук. И, честно говоря, заниматься вот этим вот красивым раскладыванием, когда ты работаешь с железом, ну, так себе. Не тот случай. Что касательно шуруповерта, который вы видите, и моих коленок, то коленки действительно мои, а шуруповерт, как видим, хикокер. Абсолютно... Нерекламированный бренд, неразрекламированный. Но тут такая история, что... Как будто бы это тот самый бренд, который не нуждается в рекламе. Сверлуха, хана. Это я вчера втулочке там сверлил на токарке. Другие совершенно. Они... Из какой-то каленой штукенции были. И сверло благополучно село. Сейчас возьмем другое 8,5. Оно, конечно... Да нет, лучше. И, короче, вот про хикоки... Не знаю. Стоимость у инструмента, у этого, дороже, чем у де вольта. Местами. Ну, например, вот... Представленный перед вам сейчас шуруповерт. На данный момент стоит в районе 58 тысяч. Вот. Я его покупал, естественно... За другие деньги. Еще тогда. Но тоже... Ни хрена не маленькие. Фух. А вещь классная, на самом деле. И что? Теперь пойдем на улицу царства Мордора. Темени и уныния. Вот. Но у нас есть великое чудо света. Благодаря которому мы все это сейчас по-быстренькому решим. Мне, опять же, я говорю, мне все это делается для себя. И тут разводить какую-то красоту не вижу смысла. Продолжение следует... что касательно ленточного напильника туда крайней степени рекомендую такую хрень приобрести это у нас самая дешманская хрень которая вообще была на рынке под названием инкор она вот настолько вызывала опасения что даже когда его все инструменты забирал заказ то но менеджер по продажам говорит там вот розетка за спиной ты его распакуй хоть проверь я говорю а зачем ну ведь как тебе сказать но это в общем же инкор это же русский китай играть лучше сразу проверишься если чего возврата оформить прям сразу я такой я понял ну и он был куплен на самом деле по советам немцова ради пробы пера то есть вообще понять нужен мне такой инструмент или не нужен и таким образом вот я пришел к тому что инструмент бесконечно классный но есть нюансы не он заключается в том что конкретно вот этот инкор хоть и работают второй год но опять же как работает я бы не сказал что прям тут где ночь пашет как не в себя не даже и близко к этому нету но тем не менее то есть у него явно нету смазки либо хвостовом подшипники либо в каком-то еще подшипники чем то есть как какой-то нюансик и он с дичайшим скрипом работает но тем не менее он продолжает работать дуга не садится потому что от сверления внутрь идет небольшой слой металла который вот как бы это грамотно сказать да никак и грамотно скажу ну короче сама срезается самоуничтожается ну и вот инкоровский этот ленточный напильник работает но когда он сгорит я уверен что я инкоровский напильник больше не куплю я куплю чем другое но определенно ленточный напильник вещь до бесконечной степени и от него теперь отказываться я не буду ни в коем случае и вот да опять же отличие обычного импакта а тут такой трещотки вы импактом вот так вот довернуть что для тупых людей которые думают что они все знают но ни хрена не знают в инструкции по эксплуатации от этой трещотки было указано что вручную до ворот есть делать делать допустимо и не то чтобы допустимо а никоим образом не возбраняется и теперь нам надо уйти на вторую сторону и на второй стороне вот теперь стало все и на второй стороне теперь все это снять эти обрабатывать сварные швы точно также ленточным напильником но это я вам уже показывать не буду потому что в этом нет никакого смысла вот опять же когда ты не можешь сразу сорвать винт совершенно ничего не мешает сделать вот так таким образом чик чирик и дуга снято все пошел запиливать последние сварные швы и эта конструкция будет готова что можно подводить какие-то теперь уже итоги в общем-то дуги завершены по факту получилось их сделать за два дня до что получается конечно крайне редко такие успехи но тем не менее в этот раз получилось собственно фу я уже заговариваюсь ну да ладно по конструкции не знаю мне почему-то кажется что в этот раз даже мне нравится они в общий дизайн что и мотоцикла вписались чем они не выглядят вычурными они небольшие не маленькие вот они просто есть как будто здесь и были но это опять же сугубо мое мнение и подобная работа мне самому нравится редко но здесь тут случае когда вроде как мне нравится самому ну а там как всегда на вкус и цвет одному нравится другому не нравится на всех равняться никогда хорошим не будешь в общем вот это вот труба получилось на удивление ровное относительно радиатора исхождение между собой исхождение вот так вот между собой ну то есть вообще красота и загляденье то же самое получилось довольно таки неплохо вот эту часть делать ну понятно что здесь из-за того что очки разнесены по-другому такого прямо симметричного ромбика у нас не получилось но тем не менее и самое главное что здесь нигде ничего не мешает то есть доступ до всех деталей сохранен ничего нигде не перекрывает и не знаю мне правда нравится то есть вот в этот раз то что получилось меня прям полностью устраивает но что теперь остается все это дело снять с мотоцикла и отдать на пескоструй и порошковую покраску ну как всегда красть я буду урал и я думаю финальный результат вы конечно же увидите если я не забуду его показать а сейчас но я не знаю что еще показать ну вот собственно смотрите я рост метр девяносто вот я максимально присел к баку и в таком положении ты конечно не ездишь и вот у меня здесь между ногой при моем росте еще сохраняется даже зазор но и со второй стороны тоже самое то есть визуально когда ты сидишь на мотоцикле то эти дуги не замечаешь самое главное что вот здесь вот тебе ничего не мешает что не может не радовать на самом деле а как я уже сказал получается сделать так ну крайне редко и даже вот я все думал делать перемычку не делать но во первых так когда клетка между собой замкнута гораздо жестче конструкция но при этом без опять же повреждение рамы и вот я задумал впишется не впишется и вроде как-то получилось что все вписалось хорошо все получилось ровненько и ну мне правда нравится а там как я уже сказал дело каждого кому-то нравится кому-то не нравится это уже мелочи жизни тем более ну я показываю просто то что я могу и то что вы смотрите делать себе такое не делать это выбор исключительно каждого ну вот и все собственно снимаю это и везу красить в ролл мы возвращаемся спустя некоторое время к нашему ссср и я думаю не сложно понять что происходит это по той причине что детальки открашены денежки но не за покрасочку и так у нас все это дело покрашено порошочком что в принципе и оговаривалось изначально как и все такое вот металлическое я отвожу песка струить и соответственно красить порошком в ролл и получаю такие вот офигенные детальюшки это наши два крепления закладными но в целом кого этим хочу удивить вы это все видели но больше всего интересно как будут теперь выглядеть другие как они вообще будут смотреться на общем фоне мотоцикла потому что деталь в металле и деталь покрашенная для зрителя это совершенно разные детали но не для того кто их делал что их делает например как я у него в голове уже давно вся картинка прорисована и он понимает как это будет выглядеть еще будучи все это в металле страшное черное помимо всего прочего другом куплен такой магический пакетик магическом пакетике не сильно магические винты под внутренний шестигранник м8 для крепления всего этого который у нас из нержавейки сейчас поднимется какой-нибудь бой по поводу использования крепежа из нержавейки но мне абсолютно на него с высокой высокой колокольни а дальше по заветам великих писателей итак самое главное для меня сейчас это смотреть придется ли мне снимать вместе соединение краску нет не придется это самое прекрасное то есть я просто чил здесь ну когда протачивал именно настолько чтобы вот эти вот две трубы плотно друг другу входили и краску не пришлось снимать что не может не радовать ну все пойду все это поставлю и вам покажу финальный результат также нашел пять минут что называется для себя и вот у нас xsr и вот я вам могу теперь показать как выглядят дуги на нем и честно говоря они очень сильно теряются после покраски такое ощущение что они так и должны стоять с завода то есть прям очень сильно они стали сливаться с общим видом фоном мотоцикла и их они как бы есть но их как бы нету вот такая вот история нас получилась то есть клеточка небольшая между собой замкнуты как-то вот углы рамы пытался обыграть здесь зазорчики там зазорчики но получилось неплохо мне нравится и больше всего мне нравится что их не видно то есть они есть но они в глаза не бросаются совершенно то есть они прям слились с мотоциклом и это не может не радовать обязательно